Всем привет! Здорово, что зашли на iZender Today! Давайте не будем рассусоливать, и я сразу отвечу на вопрос и заголовка этого видоса. На самом деле с Honor 9X всё в порядке. Это отличный смартфон с интересным для его ценовой категорией железом, современным дизайном и вообще серьёзный конкурент для моделей от других производителей. Проблема немного в другом. Мы с вами получили совершенно не тот Honor 9X, который должны были. Садитесь поудобнее, будем разбираться с тем, что же произошло, а самое главное, почему так получилось. Для начала вкратце рассказываю, в чём собственно дело, на случай, если кто-то не проводит дни и ночи за чтением новостей про Honor. В общем, не так давно состоялся релиз глобальной версии смартфона Honor 9X. И как оказалось, он сильно отличается от того Honor 9X, который ещё с лета продаётся в Китае. Касается это в первую очередь чипа. Если китайская девятка получила современный и мощный Kirin 810, то глобальная версия, которая продаётся в том числе и в России, и довольствуется старичком Kirin 710. Формально, конечно, это модель 710F, но по факту значимых отличий между ним и простым 710 нет. Вот и получилось, что новый смартфон, по сути, ничем особо не отличается от того же Honor 8X, то есть от прошлогодней модели. Уверен, для многих это стало неприятным сюрпризом. Лично я вообще как-то упустил этот момент, пошёл себе на презентацию российскую, которая в Москве проходила этого смартфона, сидел, слушал, как китайские представители рассказывают про фишки этого аппарата, и как-то про себя отметил там на задворках сознания, что ничего не сказали про новый процессор, хотя, казалось бы, именно про новинку должны были расписать побольше, там какой он крутой, что они сделали и так далее. И только потом уже, когда пришёл домой, открыл пресс-релиз по поводу выхода Honor 9X, прочитал там характеристики и выяснилась вот эта вот особенность. Нет, отличия от прошлогодней модели, конечно, есть. С экрана убрали вырез, благодаря тому, что фронталка теперь спрятана в корпусе и выезжает при помощи механизма в тот момент, когда это требуется. Поменяли тыловые камеры, основная теперь получила сенсор на 48 мегапикселей, из коробки новинка получила 9-ый Android и так далее. Я ещё чуть позже выпущу, разумеется, подробный обзор, в котором подробно про всё расскажу. Но зато в восьмёрке был корпус из стекла и металла вместо пластиков Honor 9X. Так что, по большому счёту, каких-то прям глобальных преимуществ у нового смартфона и нет вовсе. И тут, конечно, возникает вопрос, за что Honor так поступил со своими пользователями за пределами Китая. Ответ у меня есть, и он довольно-таки простой. В этот раз сыграла нежадность компании и нежелание куда-то пристроить запасы устаревающих процессоров. Виной всему всё тот же конфликт между правительством США и компанией Huawei, под который, очевидно, попадает и сабренд Honor. Что следит за ходом событий, знает, что ситуация там очень запутанная. Штаты то вводят санкции в отношении Huawei, то вроде как их откладывают, то полностью отменяют. Были одно время такие слухи, но потом оказалось, что всё неправильно поняли, и санкции всё-таки вводятся. И в этой ситуации американские компании, которые обязаны прислушиваться и следовать решениям американского правительства, не горят желанием рисковать своим бизнесом и так далее, и сотрудничать с Huawei до того момента, пока вопрос полностью не разрешится. В этой ситуации у компании возникли проблемы с получением сертификата на использование мобильных сервисов Google на своих новых смартфонах. То есть, поясняю, с теми аппаратами, которые успели пройти сертификацию до запрета, проблем нет никаких. Они свободно продолжают работать с сервисами Google, получать обновления и так далее. А вот с новыми аппаратами всё сложнее. Именно поэтому, например, новые флагманы Huawei Mate 30 и 30 Pro Google сервисов не получили, и в той же России, например, до сих пор официально не продаются. У некоторых из вас, наверное, уже возник вопрос, так ведь Honor 9X всё равно выпустили на глобальный рынок, и Google сервисы в нём, очевидно, есть. Если у компании как-то получилось это провернуть, то почему бы не сделать всё то же самое, но с новым процессором? Всё так, но не совсем. Как оказалось, китайской компании пришлось пойти на небольшую хитрость, и под именем Honor 9X на глобальном рынке продают совершенно другую модель. Они просто взяли Huawei P Smart Z, поменяли в нём набор камер, и стали продавать под названием Honor 9X. Это для нас с вами. А вот для Google это одна и та же модель. В этом можно убедиться, если посмотреть на модельный номер в настройках обоих смартфонов. Он совпадает. Вот такая афера от Huawei и Honor. Но мы, по сути, получили то же самое, что уже продаётся, но с новыми камерами. Но если вы подумали, что на этом всё, то нет, конечно. Есть и не такие глобальные, но не менее странные решения. Вот, например, в России Honor 9X вышел в двух версиях. Обычный Honor 9X и более дорогой 9X Premium. Главное отличие в камерах. У 9X их две, а у Premium версии три. Казалось бы, и замечательно. Хочешь больше фотовозможностей, берёшь более дорогую версию и радуешься. Но нет, в Honor 9X Premium нет чипа NFC. А в более дешёвом обычном 9X есть. Вот и решай, что тебе нужнее. А попутно думай, почему в более дорогой версии этого NFC нет. Что в итоге, понятно, что прямой вины Huawei и Honor в этой ситуации нет. Они просто пытаются искать решение проблемы и обходить те препятствия, которые у них возникают из-за конфликта, который возник между правительствами США и Китая. Обидно то, что в итоге страдают и простые пользователи, то есть мы с вами. Пока что можно точно сказать, что если у вас уже есть Honor 8X или тем более Huawei P Smart Z, то покупать глобальную версию Honor 9X нет никакого смысла. А если вдруг вам хочется заиметь тот самый настоящий Honor 9X таким, каким он должен был быть, то остаётся только заказывать его из Китая. Правда, тут тоже есть свои подводные камни. В китайских версиях точно нет NFC во всех. И, вероятно, не будут работать некоторые из частот 4G, которые используются российскими операторами. Тут уже каждый сам решает, что из этого ему важно, что нет. Google сервисы, кстати, можно поставить и на китайскую версию. И чаще всего продавцы на том же Алиэкспресс так и делают. Такие дела. Пишите, что вы думаете об этой ситуации и вообще. Если видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет в его развитии. У меня на сегодня всё. Увидимся. Всем пока.